всем привет у меня сегодня задачка несмотря на то что я сейчас буду делать такая будет у меня достаточно глубокая обработка казалось бы увидев такое на растение нужно горевать нет горевать я сегодня не буду каким-то каким-то сюрпризом от моих орхидей я уже давно готова и вас всегда к этому призываю быть готовым к орхидеи к сюрпризам которые иногда преподносит наши красавицы к сожалению бывает такое что не всегда от нас зависит именно то что иногда через какое-то время после покупки пересадки либо не пересадки орхидеи она начинает ни с того ни с сего как у меня произошло на днях желтеть лист самое интересное это орхидея рим которая была пересажена вместе с вами на канале у нее были перемороженные корни у этого растения я недавно где-то месяц назад но это недавно вам показывала результат пересадки орхидеи в таком состоянии показывала что у нее все замечательно все хорошо что я сделала после пересадки и дальше все мои уходовые процедуры в отношении этого растения проходили при размещении орхидеи на тарелочку я унесла просто на обычной вот такой пластиковой тарелочке я вот так проливом полипала поливала водичку и оставляла в уровне дренажного слоя но буквально 0 5 миллиметра вот керамзит у меня был покрыт здесь расположение керамзита очень такое не не объемная то есть не массовая она вот с большими воздушными просто пустотами и растение замечательно росло развивалась когда я ее поставила сейчас я вам покажу куда думаю она сейчас у меня пошла в рост хорошо она пересыхает думаю достаточно быстро поставлю-ка я ее во вторую кашпо и буду выращивать по принципу посадки по принципу выращивания в двойном горшке и что вы думаете наверное вот как раз и месяц назад когда я вам это видео показала по поводу этой орхидеи показала видео да я разместила ее во второй горшочек думаю пусть она вот там у меня стоит себе спокойненько и растет и меньше будет требовать от меня внимания в плане поливов все и вы знаете что произошло я буквально вчера вечером стала как всегда проводить обход моих растений и вижу стоит вот эта моя красота рим орхидея желтым листом и второй который над желтеньким сильно пожелтевшим листом он тоже стал желтеть ах ты думаю такая проказница что тебе не нравится здесь настолько легкая посадка здесь вот только архиата думаю ну что такое что могло произойти но вы знаете я не думаю что вот именно такое размещение повлияло до такое ощущение что когда я стала ковыряться сняла лист один лист 2 отсыпала грунт вот прям как я обычно это делаю отсыпая грунт по поверхности я увидела что тот пенек с которым я пересаживала орхидею у него все те корни перемороженные они все не все но особенно те которые располагались на пеньке в более низком уровне то есть туда вот ниже к грунту вот я сейчас вам даже вот не смогу показать потому что что я сделала прям туда секатором залезла и откусила весь этот старый пенек который был под основанием растения и прям вот миха чисто механически достала все старые корешочки которые благополучно уже отправились в мир иной эти корни орхидея нарастила много новых корней своих и она уже растет и питается от новых корешков вот в такой ситуации главное правильно и вовремя избавить орхидейку от присутствия старых корней когда корневая система на момент пересадки она еще как-то тянула растение в принципе она у меня не теряла не теряла ни тургор никаких проявлений там пагубных на шее не было фитоловином я делала обработку там повторные шейки чтобы все у меня здесь было замечательно и хорошо а потом когда орхидея нарастила вот новые корни вот это вот основание со старой корневой системы она просто-напросто но отсохла испортилась я не знаю как вот что тут какой правильно подобрать слово но она себя изжило и поэтому я прям секатором отрезала вот это место вот 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 здесь вот этот хвост располагался вот здесь прям где-то где-то наверное миллиметров семь был хвост со старыми высохшими корнями я вот так вот пинцетом все их выдрала оттуда все у меня орхидея освободилась от старых корней которые вот здесь вот они были сухие такие располагались и были видны но вы знаете что сегодня произошло смотрите какая вот шейка сегодня произошло следующее я уже два понимаете сутки сутки да получается сутки я наблюдаю за орхидейкой и я вижу что у нее вот как вы видите место да где я все это тут зачищала старые корни я максимом обработала но вот это место не было обработано максимом видимо вот это вот гадость которая на этом сухом пеньке под основанием располагалась она стала ползти вверх вот и что произошло у меня вот здесь образовалась вот здесь на шее ведь какая страшная это я уже срез сделала у меня образовалась сухая гниль а знаете как она проявляется она подсушенная такая место прям вот такой вот контур к такой был подсушенный контур и как бы втянутая была ткань втянута внутрь я долго не думала хватаюсь за скальпель я тоже сейчас еще разочек хочу посмотреть что-то мне там не очень нравится или там фиолетовый не там все нормально там фиолетовый ободок а фиолетовый ободок это от окраса шейки видите у нее листики идут вот такие фиолетовые все то есть это естественный оттенок вот именно листиковый орхидей и я срезаю прям вот этим скальпелем моим я вам показывала как я это делаю я уже не стала это делать на камеру думаю я вам расскажу все вот так вот и вот так это вот втянутость втянутость которая была на шейке туда она была провалена ткань я ее все срезаю захватом живой ткани все я ее срезала захватом живой ткани чуть-чуть даже я вот место соприкосновения вот здесь вот корешка я почистила вот здесь вот чтобы вдруг на этот корешок что-то там ушло от шейки и просто я взяла вот на тот момент у меня был вот таких цепролит глазные капли это вот то чем я иногда пользуюсь но бывают разные там воспаления на глазах у всех у всех в том числе и мои кошки поэтому капельки эти у меня дежурные всегда вот и просто прокапывала вот это место у меня не было антибиотика тетрациклина вот не было я сейчас поехала в аптеку все борются стараются бороться с коронавирусом у нас и в россии в мире а я тут сумасшедшая понимаете прихожу к фармацевту в аптеке и говорю продайте мне пожалуйста тетрациклин говорю он мне нужен для обработки орхидеи она на меня вот так глаза выставила и говорит вы правда вы сейчас не шутите я говорю нет мне нужно срочно обработать срез на шейке у растения понимаете мне там бактериальная гниль она говорит сейчас она пришла принесла мне вот этот тетрациклин я говорю мне дайте мне хоть две таблетки говорю если вы можете мне там отрезать мне вот реально нужно обработать орхидеи срез вот она как сумасшедшие как на сумасшедшие на меня посмотрела ну правда поверила слава богу спасибо ей за это потому что как бы не так просто антибиотики в аптеках купить вот этим я закапала вначале она кстати вот хорошо подсохла вот это место хорошо подсохла я сейчас хочу сделать вернуться к своему одному из любимых методов обработки орхидей в самом начале когда я открыла канал я показывала этот метод обработки от бактериальной гнили так почему бактериальную но я вам объяснила вот эту вот структуру внешнего вида именно проявлений на шее я уже знаю как вот она проявляется бактериалка бактериалка она еще кстати и мокнутность дает активную на листья мокнет активно шея это тоже бактериальная инфекция бактериальные проявления заражения растения вот и поэтому весь источник гнили на корнях я удалила и сейчас я просто-напросто перри перемещаю камеру вниз и буду показывать как я буду делать замазывание растения обработку антибиотиком потому что очень часто у меня на канале спрашивают ирина покажите нам процесс ребята все я показываю вам процесс так ну вот смотрите что я буду делать смотрите значит я беру одну таблетку тетрациклина она маленькая берите именно тот объем который вам будет необходим для обработки определенного места вот я хотела половинку взять но думаю наверное маловат я сейчас хочу вообще всю шею обработать вот этому вот этой орхидейки риму и вот у меня вот эта красотка которую мы вместе с вами размещали на временное содержание в открытую систему посадки смотрите я беру целую таблетку потому что мне сейчас необходимо два растения обработать так сейчас я беру свою кисточку так и что я делаю давайте я ненужные вещи уберу можно развести эту таблетку чем угодно можно хлоргексидин можно перамистина можно так обычной водичкой все что у вас под рукой оказывается темы разводите обычно я не заморачиваюсь развожу просто водичкой но иногда хлоргексидин когда попадается он мне под руку сейчас хлоргексидин у нас к сожалению сложно купить везде вот поэтому я сегодня буду пользоваться водой вот так я толку шпателем своим волшебным очень удобно им работать так просто я развожу вот чуть-чуть сейчас вот так делаю чтобы получилось как бы такая каша манная каша как угодно вот получается такая кашица смотрите даже можно чуть поменьше но это вот вот самое то сейчас она антибиотик он растворится в водичке хорошо такое вот получится равномерное распространение по поверхности воды именно антибиотика и вот так вот я прям беру орхидейку и вот так и и начинаю замазывать вот это местечко это практика которые я пользовалась давно давно почему и говорю что на канале видео было как я обрабатывала растения но сам процесс я вам не показывала именно разведение антибиотика а на тот момент я пользовалась теми антибиотиками которые у меня просто вот оставались например после лечения там одна-две таблеточка вот тетрациклин это такой вот именно при пар антибиотик который благополучно действуют на широкий спектр именно тех бактерий которые вызывают гниение на орхидейках вот такой вот скорее да он кишечный тетрациклин левомицетин вот такие можно брать препараты и стоит что-то ну совсем копеечки ребят девчат реально вот поэтому я сегодня фармацевта удивила так я замазала захватом живой ткани вот так буду наблюдать что будет дальше картина вот такая но главное что я вовремя среагировала хвост и вот эти вот после восстановления орхидеи после пересадки восстановления когда орхидея начинает наращивать свои полноценные корни вот эти хвост и их конечно желательно чем раньше тем лучше удалить по возможности со старой корневой системой так я вам я надеюсь я вам все показала все как я делала можно тут вот прям по всему всему контуру вот так вот мне даже еще и одной таблетки на не хватит между надо еще второе растение вот я ее так как я удалила хвост вот этот вот со старыми корнями из горшка она стала мне подбалтываться немножко естественно вот и видите я и грунт отсыпаю для того чтобы мне поработать с орхидей кай вот так так дальше меняю кисточку и возьму сейчас другую кисточку потому что буду работать с другим растением но вот такая я замороченная но и так лучше сделать потому что разные виды возбудителей бывают на орхидейках на шейках и промазываю вот вот здесь здесь мне пришлось сегодня снять один листик как-то тоже какая-то появилась сухая область которая стала втягиваться внутрь шейки я лист просто срываю думаю буду я задумываться над этим сейчас думаю вернусь к своему любимому методу обработки возьму антибиотик очень много растений после покупки уценок очень много у меня удалось восстановить с помощью этого метода именно антибактериальной обработки точечной шеи у растения все я буду наблюдать вот так она у меня сейчас с утра заполнила я вот эту емкость которая она у меня стоит вот так погружена корневая система от утром налила вечером солью пока я вот такие растения не осмеливаюсь оставлять на сутки даже на двое суток я буду наблюдать за корневой системой те корни которые сама исчезнут они я я их благополучно удалю в свое время все что останется после вот такого метода полива у меня живо здорово то и будет дальше сосуществовать вместе с орхидею шкой но не сосуществовать и существовать кормить растения поить его ну вот такое у меня сегодня видео я думаю что узнать у меня вот сегодня получился какой-то реально экстренный выход так сейчас я буду вас направлять на себя вот чтобы вам показать получился экстренный выход так и обработала орхидейки я думаю этого будет достаточно вдруг если что-то понадобится мне еще противогрибковая использовать я буду использовать но вот здесь обработка максимом точечная была можно потом через какое-то время через какое-то время но где-то дней через пять например также максимом вот эту область для профилактики подсушить активно подсушить вот именно где я накладывала тетрациклин антибиотик антибактериальная терапия сегодня у нас с вами на двух орхидейках это просто с целью профилактики листик сняла и место именно срыва листа я намазала а здесь да здесь пошел процесс не очень тот который меня вдохновил и я вот с таким вот с таким хорошим настроением с удовольствием обработала срезанное место вот и надеюсь что все что я ей сделала ей понравится она восстановится корневая замечательная растет она круто вот но такая вот ерундистика и вероятно да пеньки вот эти вот которые располагаются в грунте от уцененных растений которые остаются да на которые мы уповаем при пересадке растений уцененных в нашей домашней системы содержания и роста растений ну да бывает что старые корни они со временем естественным образом могут просто-напросто ну пропасть это естественный образ уже не раз было сказано мной что период существования и работы живого корня растения но два-три года на орхидеке а потом они просто отмирают старые корни на их место приходят новые все замечательно важно вот именно такое растение с перемороженными корнями важно убрать ей я уже говорила вот этот хвост с отмерщими корешками но вот такое у меня сегодня видео покажу вам крупным планом еще раз обработанное место срезанное скальпелем и обработанное а на сегодня мы будем заканчивать свое информационное вещание и хотим пожелать вам всего доброго здоровья благополучия увидимся с вами вновь на моем канале всем пока пока и